В прошлых двух видео написанный мною скрипт собрал все интересующие меня характеристики со страницы конкурса. В данном случае конкурс придумает смешного персонажа, в том числе и адрес страницы заказчика конкурса. Этот адрес располагается в последнем столбце таблицы с результатами выгрузки. В этом видео скрипт обратится по этому URL-адресу и соберет все репутационные характеристики заказчика конкурса. Репутационные характеристики находятся в этом блоке. Например, вот здесь также бывают разные пиктограммы. И в этом блоке страницы заказчиков конкурса сильно отличаются от страниц самих конкурсов в плане стандартизации. Страницы конкурсов гораздо более стандартизированы, чем страницы заказчика конкурса. У заказчика конкурса могут быть, а могут не быть пиктограммки про пиктограммки, подтвержден телефон, имейл, паспортные данные и так далее. В этом блоке могут быть дополнительные характеристики. У этого заказчика конкурса число представленных характеристик довольно небольшое. Поэтому в HTML-коде его страницы некоторых блоков просто нет. Если взять более насыщенную характеристиками страницу заказчика, например, эту страницу, сверху видны пиктограммки, дополнительная пиктограмма, блок выбранный исполнителем. Скажем, строчка выбрана исполнителем. У этого заказчика она есть. И в ней указано число 44. А у этого заказчика этой строчки вообще нет. Это не стандартизированная организация данных. Стандартизированная организация выглядела бы так. Здесь была бы строчка «Выбран заказчиком» и стояла бы ноль. И тогда эта строчка кода, HTML-кода, присутствовала бы в HTML-коде страницы. Но нет этой строчки кода в HTML-коде страницы. Просто нет. Так же, как нет строчки кода, отвечающие за пиктограмму про. И за другие потенциально важные репутационные характеристики. К чему я клоню? К тому, что выгрузка репутационных характеристик – это гораздо более сложная задача, чем выгрузка содержательных характеристик конкурса. Поэтому потребует более развитых и изощренных навыков. В частности, потребует обращения не только к пакету BS4, но и к пакету Regular Expressions, что я уже анонсировал в прошлом видео. И вот время пришло. Сначала обзор структуры скрипта. Как и в прошлом видео, активируются необходимые пакеты или отдельный класс из пакета. Открывается таблица из Excel-файла. Далее из таблицы достается URL-адрес страницы заказчика. И уже по этому адресу направляется запрос. Причем, опять же, замаскированный запрос. О маскировке запроса говорил в прошлых двух видео. После того, как запрос отправлен и ответ получен, ряд характеристик можно распарсить не только без пакета Regular Expressions, но даже без пакета BS4. Посмотрите, есть характеристики со стандартизированными названиями. Платный аккаунт, безопасные сделки, телефон подтвержден и другие. Здесь такая особенность относительно уже распарсенных в прошлых видео характеристик. С одной стороны, содержание характеристики полностью стандартизировано. Сравните с содержанием характеристики описания конкурса. Содержание описания конкурса может быть любым. А характеристика платный аккаунт записывается строй, как платный аккаунт. В силу такой стандартизированности содержания характеристики, можно и даже нужно обращаться к самой характеристике, а не к тегу HTML-кода, который ограничивает компактную область, внутри которой содержится эта характеристика. Почему? Как раз потому, что у заказчиков, у которых не подключен платный аккаунт, в HTML-коде просто отсутствует тег, который ограничивает область, внутри которой содержится характеристика платный аккаунт. Поэтому если отталкиваться от тега, то придется здесь в скрипте прописывать более обширный код. В него придется включить условную конструкцию if. То есть если такой-то тег присутствует, тогда распарсиваем по этому тегу. Я же использую гораздо более лаконичное, изящное решение, а именно использую конструкцию in. Эта конструкция встроена в Python, для нее даже не нужен никакой специальный пакет. Просто подаю запрос. Вот такой-то текст присутствует в выгруженных с сайта данных, в текстовом представлении, потому что атрибут точка текста, иначе они будут несоотносимы. Если искать текст в выгруженных данных, которые не приведены сами к текстовому виду, тогда ничего работать не будет. Результат будет true или false, и как раз true или false будет дальше записан в новый столбец, ту же строчку, с которой работал в первом и втором видео. Та же логика реализуется и в последующих чанках в этом блоке. А вот дальше сложнее. Дальше я распарсиваю информацию о том, насколько давно заказчик зарегистрирован на сайте fl.ru. И здесь стандартизированное содержание сочетается с несандартизированным. Словосочетание на сайте, оно стандартизировано. А вот дальше может следовать текст меньше месяца, или 8 лет, или 1 год и 2 месяца. Комбинации многообразнейшие. Кроме того, словосочетание на сайте может относиться не только к интересующей меня характеристике, насколько давно заказчик зарегистрирован на сайте, но и, допустим, к описанию конкурса. То есть можно себе представить такое описание конкурса, в формулировке которого будет фигурировать на сайте. Поэтому здесь лучше все-таки предварительно ограничить компактную область. Поэтому распарсивать эту характеристику, начинаю с применения пакета BS4. И затем, после того, как эта компактная область найдена, уже применяю Regular Expressions. Вот здесь заканчиваю. Распарсивать характеристику о том, насколько давно зарегистрирован заказчик. Здесь распарсиваю рейтинг. Тоже, видите, все непросто. Тоже имеет место сочетание пакета BS4 и пакета Regular Expressions. И в завершении таких характеристик, как безопасные сделки, выбрано или выбрано исполнителем число позитивных и негативных отзывов. Все эти характеристики распарсиваются посредством комбинирования пакета BS4 и пакета Regular Expressions. Теперь буду запускать и комментировать чанки. Детали. Запускаю чанк номер 0. Это строчка в какой-то мере новая относительно прошлых видео. Что не происходит? Индексирование происходит. Только индексирование не на запись в эту ячейку, а на получение из этой ячейки URL-адреса страницы заказчика. Обращаюсь при помощи атрибута log строчки датафрейма, имеющей в качестве наименования URL-адрес конкурса. А сам URL-адрес конкурса, тот же самый, с которым работал в предыдущих двух видео, достаю из индекса этого датафрейма путем применения атрибута индекс и индексирования. То есть, еще раз, сначала достал из индекса URL-конкурса, затем при помощи этого URL-конкурса достал URL-заказчика. Можно посмотреть на эту таблицу сейчас, хотя можно и посмотреть в прошлом видео. Проверяю наличие в выгруженных данных в текстовом представлении словосочетания платный аккаунт. Присутствует. True записываю в новый столбец ту же строчку, которая поименована URL-адресом конкурса. True в Excel будет отображаться как единица. По аналогии, проверяю наличие следующего сочетания в выгруженных данных текстовом представлении. False. False будет отображаться в Excel как ноль. И так далее. Посмотрите, у этого заказчика присутствуют только три репутационные характеристики из шести. Остальные отсутствуют. Другими словами, в HTML-коде страницы этого заказчика отсутствуют строчки HTML-кода про безопасные сделки, про паспортные данные, про данные юридического лица. Если бы я пользовался пакетом BS4, пытаясь распарсить эти характеристики на странице этого заказчика, взяв за образец страницу другого заказчика, у которого все эти характеристики есть, то я получал бы ошибки в работе своего скрипта. На этапе безопасной сделки уже возникло бы ошибки, потому что скрипт просто не нашел бы соответствующий тег HTML-кода. И мне пришлось бы каждую из этих шести характеристик сопровождать условной конструкцией if. If BeautifulSoup, дальше FindAll, дальше индексирование не равно пустому списку, тогда TOTA. А если равно пустому списку, тогда FALSE. Это гораздо более трудо- и времезатратный код. Теперь репутационные характеристики, которые распарсиваются сложно, которые требуют применения BS4 и Regular Expressions. Применяю сначала BS4, получаю компактную область, относительно компактную область по тегу TD, атрибуту класс и содержимому атрибуту BLayoutTD. Это нормальный содержимый атрибут, оно хоть и не привязано к содержанию искомых характеристик, но и не узкотехническое, не привязано к размеру шрифта или к каким-то другим техническим характеристикам. В этом смысле содержимое атрибута приемлемо. Но вот какая беда. Список, включающий выдачу по этому запросу, содержит много элементов. То есть на странице много тегов TD с таким атрибутом, с таким содержимым. Сначала руками и глазами я обнаружил, что во всей этой выдаче нужный мне элемент имеет номер один. Посмотрите, здесь, в этой области присутствует информация о том, что заказчик конкурса зарегистрирован на сайте 5 месяцев назад. Эта информация была и здесь, но только помимо этой информации, помимо этого элемента, в этой выдаче много других элементов по тегу TD. Например, в элементе номер 0 отсутствует нужная информация. Пожалуйста. Руками и глазами искать требуемый элемент противоречит духу программирования в целом и автоматизированной выгрузки информации из-за штеммы кода страницы, в частности. Поэтому я использую цикл for, который проходится по всем элементам вот этого списка. Напоминаю, что это список, потому что ограничен он квадратными скобками. И этот цикл останавливается в тот момент, когда внутри проверяемого элемента находится словосочетание на сайте. Итератор я называл словом block, имя произвольное. Block — это каждый элемент списка. К каждому элементу списка применяю метод getText и проверяю, есть ли словосочетание на сайте внутри этого блока. Точнее, внутри текста из этого блока. Если обнаруживается словосочетание на сайте внутри текста из текущего блока, цикл останавливается. Обратите внимание, что здесь отступ, потому что if находится внутри тела цикла. И здесь еще отступ дополнительный, потому что команда break находится внутри тела условной конструкции. И посредством команды break происходит выход из цикла. То есть следующие блоки, следующие элементы списка не итерируются. Посмотрим. Действительно, найдена требуемая область, причем очень компактная. Прекрасно. Дальше продолжаю работать с тем же самым объектом, названным мной block. То есть итератор отсюда остается актуален и в следующих чанках. Он не теряет своего содержимого. И здесь я использую уже пакет irregular expressions, а конкретнее метод findAll. Обратите внимание, что этот findAll совсем не тот же самый, что findAll внутри BS4. И пишутся они по-разному. Здесь есть нижнее подчеркивание, а здесь нет нижнего подчеркивания. Чтобы не путаться, не забывайте пользоваться подсказками в Jupyter Notebook, как работает метод findAll. В него подаются как минимум два аргумента, два обязательных аргумента. Первый аргумент представляет собой текст, который должен быть найден внутри второго аргумента. Второй аргумент – это как раз текст, взятый из блока, найденного в цикле в предыдущем чане. Вот этот текст. Внутри этого текста я прошу Python найти вот такой текст. Ну, а конкретнее то, что в кавычках. Что же такое в кавычках? Сначала все понятно. Это просто то же самое словосочетание на сайте. Дальше идет точка. Точка в контексте пакета Regular Expressions – это любой нетехнический символ. Любая буква, любая цифра. После точки идет плюс. Плюс – это не плюс. Плюс показывает, что любой символ, выражаемый точкой, может встречаться от одного раза и более. Дальше – бэкслэш и буква «т». Это технический символ. Он присутствует в тексте, который должен быть распарсен. Смотрите. Вот на сайте словосочетание. Дальше идут любые символы в любом количестве от одного и выше. И дальше технический символ «слэш т». То есть вот эту часть распарсиваемого текста должен найти метод «FindAll». Действительно. Выдача метода «FindAll» – это список в данном случае с одним элементом. Чтобы извлечь этот элемент, текстовый элемент из списка, индексирую. После чего избавляю текст от технических символов с концов, что и требовалось получить. Но это, конечно, не все, потому что в итоге получить мне надо число месяцев и число лет. То есть в данном случае 0 лет и 5 месяцев. Сначала показываю месяцы. Снова использую «regular expressions» – метод «FindAll». И здесь в качестве текста, который должен быть найден в распарсиваемом тексте, записано следующее. Вот это сочетание «слэш d» – это любая цифра. Любая цифра в количестве 1. Плюс после нее означает, что любая цифра в количестве 1, 2, 3 и так до бесконечности. Дальше пробел. И дальше слово «месяц». 5 месяц. То, что месяц в именительном падеже, меня не смущает. Потому что в итоге мне нужно только число 5, которое я получу посредством, опять же, индексирования, чтобы извлечь этот текст из списка. А затем расщепление методом «сплит» по пробелу, как я уже делал в предыдущих видео и сделаю через чанг. А в этом чанге я делаю то же самое, но применительно к годам и летам. Потому что в русском языке чередуется год, один год, например, и лет, пять лет. Поэтому конструкция усложняется. Остается цифра в любом количестве от 1 до бесконечности, пробел. А здесь в квадратных скобках указывается, что возможно либо «l», либо «g». Это для лет, это для года. Та или другая буква в количестве от 1 до плюс бесконечности. А в чанге 2.6 я собрал то, что показал в предыдущих чангах, начиная с чанга 2.4. Здесь одна простая условная конструкция, которая только «if», и две более сложные условные конструкции «if» и «else». В первой условной конструкции определяются случаи, когда заказчик 0 лет и 0 месяцев на сайте. Тогда у него в профиле указано «на сайте меньше месяца». Я проверяю, действительно ли распарсенное выражение, как было в чанге 2.4, равняется выражению на сайте меньше месяца. Если равняется, обратите внимание, двойное равно — это как раз не присвоение, а сравнение. Тогда и в новый столбец лет на сайте, и в новый столбец месяца на сайте заносятся нули. Дальше проверяется число лет на сайте, а именно внутри «if» проверяется, что выдача конструкции, как я показывал здесь. Ой, я, кстати, не запустил. Пожалуйста, как раз пустой список. Так вот, проверяется, что выдача «find all» не равна пустому списку. Если она не равна пустому списку, тогда как раз это выражение дает некоторый непустой список, который индексируется. На всякий случай удаляются технические символы с концов. Скорее всего, технических символов здесь нет, но на всякий случай. Дальше происходит расщепление по пробелу, потому что если представим, что заказчик на сайте, скажем, 8 лет, то выдача здесь была бы 8 пробел «l». Расщепляю по пробелу и забираю нулевой элемент после этого расщепления. Напомню, что после расщепления возникает снова список. В данном случае из двух элементов. В одном элементе 8, в другом элементе «l». Забираю нулевой элемент, то есть 8. Если было бы 20 лет, то в результате работы этого выражения было бы 20 пробел «l». Сплит давал бы снова два элемента в списке и снова нулевой элемент содержал бы 20. И применяю уже применявшуюся команду «int», которая меняет класс объекта с, в данном случае, текста, на целое число. В случае, если это выражение дает пустой список, то есть это условие не выполняется, значит, выполняется условие, что наличствует пустой список. Тогда столбец лет на сайте записывается 0. И аналогичное по своей логике конструкции для месяца. То, что я уже показывал в чанке 2.5, проверяю, дает ли это выражение пустой список. Если не дает, то как раз применяю это выражение, индексирую, применяю strip. Скорее всего, он здесь не нужен, но пусть будет. Дальше снова сплит по пробелу. 5 месяц. Сплит по пробелу дает 5. Первый элемент и второй элемент месяц. Забираю элемент номер 0, то есть 5, применяю int, получаю целое число и записываю столбец месяцев на сайте. Если же это условие не выполняется, то есть выражение дает пустой список, тогда столбец месяцев на сайте заносится 0. 0 месяцев на сайте. Действительно, лет на сайте 0, месяцев на сайте 5. Теперь еще более сложная задача с рейтингом. Снова начинаю с beautiful soup. Тот же самый тег td, тот же самый содержимый атрибута. Напоминаю, что найти тег содержимого атрибута можно в webinspect, что я уже и делал в предыдущих двух видео. Причем в данном случае из множества тегов, которые я уже показывал в чанке 2.1, однотипный тег, требуется в данном случае для получения рейтинга третий элемент. Нет, смотрите, не третий элемент. Через автопоиск я ищу по странице и не нахожу здесь третий элемент, потому что этот скрипт я готовил по странице другого заказчика. И как раз это очень хорошая иллюстрация того, что пользоваться нумерацией не лучшее решение. Лучшее решение снова использовать цикл, который найдет тот элемент списка, то есть ту компактную область, ограничиваемую тегом td с соответствующим атрибутом, в которой присутствует слово rate и слово отзывы. На всякий случай одновременно я два условия выставляю, потому что это блок, в котором и то, и другое слово присутствует. Пожалуйста, компактная область, в которой действительно присутствует и слово rating, и слово отзывы. Осталось достать число, соответствующее рейтингу. Снова использую пакет regular expressions. Причем в этот раз метод sub, который предназначен для замены некого текста вот этого на некий другой текст вот этот внутри распарсиваемого текста вот этого. Что это за блок .getText.strip? Это тот самый блок, который был итератором в этом цикле. Видите? И в этом цикле, и в цикле, который был выше, в чанке, в 2.3, работает блок. Но здесь блок, будучи итератором цикла, наполнялся одним содержанием, таким в данном случае. А здесь, внизу, блок работает как итератор в новом цикле, наполняется новым содержанием. И вот к этому блоку применяю сначала getText, чтобы вытащить именно текст. Применяю strip, чтобы убрать вот эти технические символы с концов. И помещаю в качестве распарсиваемого текста в метод sub. Смотрите, какая сложная конструкция текстовая находится на месте первого аргумента. Что здесь происходит? Здесь, через вертикальный слэш, который выполняет роль логического оператора or, или я подаю технические символы. Слэш n с плюсом. Это значит, что слэш n в количестве от 1 до плюс бесконечности. Или слэш t с плюсом. Или слэш xa0 с плюсом. Вот эти технические символы в количестве от 1 до бесконечности могут встречаться в тексте и должны быть заменены на пробел внутри распарсиваемого текста. Запускаю. Действительно заменены. Не осталось ни одного технического символа. Но зато остались двойные пробелы. Например, вот здесь. Прежде чем от них избавиться, посмотрите на альтернативную запись чанка 2.9. Можно использовать такую запись, которая обозначает любой технический символ. И этот, и этот, и этот. Более лаконично получается, согласитесь. Она заменяет. Посредством этой строчки кода заменяется любой технический символ. Опять же, на пробел в распарсиваемом тексте. Давайте посмотрим, заменяется ли. Да, заменяется. Прекрасно. А до пробелы больше получилось. Но это не принципиально, потому что сейчас я избавлюсь от всех двойных пробелов. Причем не циклом, как я это делал в предыдущих двух видео плейлиста. А при помощи метода sub пакета regular expressions. Но сначала я запишу в объект блок. Ты меня уже использовал. Фактически перезапишу в объект блок вот этот текст. А теперь пришло время избавиться от двойных пробелов. Смотрите. Здесь в квадратных скобках два пробела как раз. Причем с плюсом. То есть любое количество двойных пробелов от одного до плюс бесконечности заменяется на одинарный пробел. Внутри распарсиваемого текста. Вот этого. Прекрасно. И снова перезаписываю то, что получилось внутрь объекта блок. И уже этот текст насыщен содержанием. Из него получится три столбца. И один уже существующий столбец может быть перезаписан. Но пока что меня интересует только рейтинг. Смотрите. Вот на эту текстовую конструкцию. Рейтинг. Пробел. Причем идет звездочка. После пробела. Звездочка говорит о том, что этот пробел может встречаться от нуля до бесконечности раз. Дальше идет цифра в любом количестве от нуля до плюс бесконечности. И дальше посмотрите вот такая конструкция. Сегодня еще не встречалась. Слэш-точка. Слэш-точка приводит к тому, что Пайден воспринимает точку именно как точку. Пусть даже и в контексте regular expressions. То есть точка сама по себе в контексте regular expressions. Это любой нетехнический символ. А точка со слэшем это просто точка. Операция, которую в данном случае выполняет слэш, называется экранирование. В общем-то и цифра слэш-д это своего рода экранирование. Потому что если взять d без слэш, это будет просто d. Такое обратное экранирование. Если что, термин обратное экранирование – это мой домысел. А термин экранирование – это общеупотребимый термин в контексте regular expressions. И, наконец, снова цифра в любом количестве от 1 до плюс бесконечности. Посмотрим, найдется ли что-то. Да, нашлось то, что требовалось. Индексирую, чтобы достать из списка. Теперь надо проверить наличие пробела между словом рейтинг и самим числом. Потому что на разных страницах заказчиков сайта fl.ru пишется по-разному. Такая неаккуратность. Смотрите, уже использованная конструкция in. Вот в этом чанке я просто проверяю, есть ли пробел внутри вот этого текста. Пробел отсутствует. А теперь я эту конструкцию с in, вот она, помещаю внутрь условной конструкции, причем вытянутой в строку кода. Если вот это условие выполняется, то есть если пробел есть внутри распарсиваемого текста, то просто выводится распарсиваемый текст. Фактически чтение этой строки кода начинается отсюда. Если условие выполняется, то вот эта часть строки активируется. Если же условие не выполняется, то выполняется то, что написано после else. Replace – просто рейтинг на рейтинг с пробелом. В данном случае просто рейтинг заменится на рейтинг с пробелом. Посмотрим. Действительно заменился. Теперь эта конструкция обработает рейтинг с любой страницы заказчика конкурса и вообще пользователя сайта FL.ru. Взяв данные с любой такой страницы, найдя на странице рейтинг, в Итаче будет всегда рейтинг, пробел и дальше число. Поэтому дальнейшая обработка моим скриптом этого текста происходит унифицированно, что удобно. Вот эту конструкцию записываю, перезаписываю снова в объект блок, чтобы дальше работать с этим объектом. А в этом чанке записываю в столбец рейтинг, величину рейтинга, причем использую команду flow, которая заменяет класс объекта с текстового на дробно-числовой. Пожалуйста. Теперь по аналогии. Вот этот текст, который записан в объекте блок, послужит исходником для выяснения количества безопасных сделок. При помощи Regular Expressions, Method Defined All, безопасные сделки и дальше цифра в любом количестве от 1 до плюс бесконечности. Индексирование, как обычно, и сплит, как вы, наверное, уже привыкли. Список из трех элементов меня интересует последний. Последний можно определить как второй, это нулевой, это первый, это второй. А можно определить как минус первый, так будет более универсально. Поэтому в чанке ниже, в этой строчке кода, я использую индекс минус один, для того, чтобы индексировать этот список. Причем на тот случай, если в аккаунте заказчика нет безопасных сделок, то есть словосочетания безопасной сделки отсутствуют, я применяю условную конструкцию, вытянутую в строчку кода, начиная читаться отсюда. Если внутри распарсиванного текста есть безопасный сделок, то работает эта часть строчки кода. Если же безопасных сделок в распарсиванном тексте нет, то просто ноль записывается в столбец безопасной сделки. В данном случае будет ноль. Почему же не появился новый столбец? Потому что у меня уже есть столбец безопасной сделки. А в самом верху, в самом начале этого скрипта, я показывал, как работает конструкция in, там уже создал столбец безопасной сделки. Здесь был false. False сейчас заменился на ноль. В общем-то это равноценные обозначения ситуации. Если бы у заказчика конкурса были бы безопасные сделки, то сверху стояло бы true, и это true заменилось бы на число безопасных сделок у этого заказчика конкурса. То есть фактически я уточнил ту информацию, которую вверху скрипта записал в свою таблицу. Двигаемся дальше. Выбран ли заказчик конкурса исполнителем в какой-то другой ситуации на сайте fl.ru? Та же логика, как и с безопасными сделками. Условная конструкция, вытянутая в строчку кода, if, слово выбран, in, блок, то есть в распарсиваемом тексте. Если выполняется условие, тогда работает эта часть строчки кода. Текст, который должен быть найден. Причем, обратите внимание, здесь в квадратных скобках буква а. Поскольку на сайте fl.ru варьирует формулировка в зависимости от пола заказчика, то буква а здесь может быть, а может не быть ее. То есть формулировка может быть выбран исполнителем, а может быть выбрана исполнителем. Чтобы учесть оба эти варианта, использую квадратные скобки. Квадратные скобки в контексте regular expressions показывают, что содержимое квадратных скобок может встречаться, а может не встречаться. А то, что я записал также название столбца, это уже сугубо моя прихоть. Здесь нет никакого латентного алгоритма. Это просто текст, в котором присутствуют квадратные скобки. В бытовом использовании русского языка обычно так отражают возможность вариации по полу. Но я решил использовать квадратные скобки. Сколько же раз этот заказчик сам был выбран исполнителем? Ни разу. Количество позитивных отзывов. Та же самая логика. Условная конструкция, вытянутая строчку. Наличие слова отзывы внутри распарсиваемого текста. Если присутствует, то выполняется вот эта строчка кода. Посмотрите, здесь я экранировал плюс, потому что в самом тексте распарсиваемом, поднимаясь наверх, в распарсиваемом тексте положительные отзывы обозначаются плюсом. То есть плюс выполняет здесь роль именно плюса. Чтобы и в контексте regular expressions плюс выполнял роль плюса, я его экранирую слэшем. Дальше пробел и дальше цифра в любом количестве от 1 до плюс бесконечности. Ноль раз. Этот заказчик был выбран сам исполнителем. Наконец, ноль позитивных отзывов получил этот заказчик за свою историю на сайте fl.ru. И, наконец, негативные отзывы. Здесь не требуется экранирование минуса, потому что минус воспринимается в контексте regular expressions как просто минус. Минус – пробел, цифра в количестве от 1 до плюс бесконечности. И, опять же, проверяется в принципе наличие слова «отзывы» в распарсиваемом тексте. Ноль негативных отзывов. Все интересующие меня характеристики собраны. Теперь я знаю все про конкурс, имеющий вот такой URL-адрес. И чанком номер 3 отправляю полученную таблицу в акселевский файл. Теперь собранный итоговый чанк. Как я уже объяснял в прошлом видео, чтобы проверить корректность его работы, следует очистить выдачу данного скрипта. Очищаю. И чтобы проверка собранного итогового чанка была еще более чистой, следует перезаписать в датафрейм только те характеристики, которые были записаны в него в предыдущих двух скриптах. А характеристики записаны в него в этом скрипте, чтобы в этом датафрейме отсутствовали. Чтобы именно собранный итоговый чанк привнес характеристики, которые распарсивал в этом скрипте в датафрейме. Поэтому сначала захожу в первый скрипт и здесь перезапускаю собранный итоговый чанк. Теперь в датафрейме в этом скрипте только первые четыре характеристики и URL-адрес конкурса. Во втором скрипте тоже перезапускаю собранный итоговый чанк. Добавились характеристики. Последний из них — это URL-адрес заказчика конкурса. Возвращаюсь в третий скрипт и запускаю итоговый собранный чанк. Все ожидаемые характеристики появились в это время. Осталось забрать собранные итоговые чанки из каждого из трех скриптов, поместить их в один скрипт и дополнить циклом, выгружающим с сайта fl.ru URL-адреса всех доступных внешнему наблюдателю конкурсов. Сделаю это в следующем видео. Продолжение следует...